Итак, добрый день всем. С вами компания Китфинансы, я Елена Беляева и наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Так, все получилось у всех, наконец-то. Итак, движемся на графике, смотрим, что сегодня имеем. Итак, что сегодня происходит на рынке? Рынок снижается, хотя, в общем-то, ситуация достаточно стабильна на американском рынке. Фьючерс и на S&P 500 практически в нуле, там все хорошо, у нас зачинщиком снижения стал Газпром. То есть, там, видимо, какая-то была новостная ситуация, потому как Лукоил на месте практически, а вот с Газпромом какие-то ситуации происходят. Я лично, честно говоря, ничего не знаю насчет того, что спровоцировало движение, кроме того, что сегодня проходят переговоры по Южному потоку. Возможно, они каким-то образом повлияли на ситуацию, а возможно, это просто какие-то манипуляции на рынке. Значит, по рынку в целом, пока все-таки ситуация остается следующей. То есть, индекс ММВБ на дневном графике продолжает находиться в восходящем канале. Поэтому пока продолжаем относиться к ситуации, как к восходящему тренду. То есть, внутри этого восходящего тренда текущее снижение с конца октября воспринимаем как коррекционное. То есть, ожидаем, что это движение дойдет как минимум до нижней границы этого канала, то есть до линии тренда. Дальше уже будет понятнее. То есть, если будет линия тренда пробиваться вниз, и тогда мы поставим КС на ожиданиях новогоднего ралли, и уже там будем строить другие ожидания. Либо будет отбой от этого уровня, и соответственно, что-то будет еще внутри этого канала какое-то движение. Поэтому сейчас, краткосрочно, мы считаем, что есть два варианта развития событий. Либо боковым ходом мы дойдем до этой нижней границы канала, либо будет залив вниз, и тогда мы дойдем до этой границы быстрее. То есть, и тот, и другой вариант, в принципе, могут случиться. Как, каким образом будет реализовываться ситуация, сказать достаточно сложно. Поэтому пока мы в таком состоянии находимся, и пока только какие-то краткосрочные идеи рассматриваем, каких-то уже более глобальных позиций будет смысл рассматривать, если мы определимся с тем, что рынок будет делать в ближайшей перспективе. То есть, пока сейчас, на данный момент, идет торговля в диапазоне, то есть, отыгрывается вот этот уровень многострадальный 1500, то есть, вверх этого уровня, ниже этого уровня. И вот ситуация продолжается, и, скорее всего, до конца недели все будет в том же самом варианте. Мы с вами в начале недели сказали, что верхняя граница – это район 1515, может быть, 1520, и нижняя граница – это район 1480. Вот наши такие, так скажем, пространства для жизни. Сегодня новостей особых нет, вчера тоже особо не было. Завтра будут некоторые новости, в основном, самое главное – это товары длительного пользования в Америке. И в четверг праздник День Благодарения, и в пятницу данные по инфляции по еврозоне. Вот это вот все, что на эту неделю намечено. Поэтому, скорее всего, на этой неделе такое вот боковое плавание, оно будет продолжаться с переменным успехом, в зависимости от настроения, то вверх, то вниз. Поэтому какие-то варианты для торговли, возможно, есть, но, скорее всего, они носят такой краткосрочный характер. И, в общем-то, больше, так скажем, за торговлю внутри дня. То есть, междневные позиции, как вы видите, здесь вообще никак, никаким образом не работают. Вот. Поэтому такая вот пока ситуация. Исходя из этого, собственно, и смотрим на рынок. По отдельным бумагам давайте смотреть. Давайте начнем с зачинщика сегодняшнего снижения, с Газпрома. Здесь мы с вами уже в течение примерно недели смотрели вот на этот диапазон, в котором происходила подготовка к броску, но вот непонятно было, в какую сторону. То есть, вероятность была практически одинаковая, вверх или вниз. Вот сегодня так получилось, что вниз. Что здесь может с этой бумагой дальше происходить? Ну, вот после этого снижения вполне логично было увидеть некоторый отскок вверх. И, наверное, еще одна волна снижения. Целевой уровень – это район 142 рублей или там максимально 141 рубль. То есть, 41-142 – вот это вот, так, вот эта зона, скорее всего. И, возможно, уже даже при приближении к 142 рублям начнут активизироваться покупатели, потому что Газпром по 150 рублей мало кому был нужен, а вот здесь уже, возможно, появится к этой бумаге интерес. Поэтому, так вот, пока с Газпромом. Дальше, что еще? Ну, давайте начали нефтянку, давайте дальше по нефтянке пробежимся. С Лукойлом абсолютно ничего нового, просто бег на месте. Здесь продолжает оставаться нерушимым вот этот нисходящий канал. После выхода из этого канала наверх тогда уже будут варианты для входа в лонг. Сейчас смотрим, не развернется ли здесь цена от верхней границы и, возможно, будут варианты для входа в шорт. То есть, пока находится цена у самой линии, сказать сложно. Дальше, Роснефть. Здесь непонятное телодвижение вчера, не вчера, а здесь в конце недели. В прошлой вверх дернулись, сейчас вниз. То есть, здесь на самом деле пока непонятно, чем эта ситуация закончится. Здесь проверяется на прочность. Вот мы смотрели с вами 200-периодная средняя на дневном графике. Район где-то 240-3 рублей примерно. Вот. И здесь, в принципе, эта средняя может удержать снижение. И могут от этой линии начаться покупки в случае, если на рынке ситуация будет стабилизироваться. Но я думаю, что не на этой неделе. То есть, пока непонятно, будет падение ниже или нет. Если это средняя будет пробита, то будут уже варианты снижения на более низкие уровни, даже в район 230 рублей. Поэтому пока здесь я бы тоже заняла выжидательную позицию, посмотрела, как там будет дальше ситуация развиваться. Честно говоря, тут, может быть, 50 на 50 или что-то типа этого. Дальше. Финансовый сектор давайте посмотрим. Последнее время он нам больше других нравится. В ТБ. Некоторое торможение мы уже видим около уровня сопротивления 4,7 копейки. И, возможно, хватит сил дотянуть до 4,8 копейки. Еще как бы менее вероятен вариант 5 копеек. Но пока ничего плохого сказать нельзя. Бумага старается, движется. Есть ориентиры, куда движется. И, соответственно, чтобы понимать происходящее, надо взглянуть на дневной график. Здесь вот в районе 4,8 копеек достаточно хорошо проторгованный диапазон цен находится. Возможно, что там как раз таки цена и запутается, и потеряет желание двигаться выше. Поэтому посмотрим. Пока на 4,8 рассчитываем. Возможно, будут варианты и более оптимистичные, но пока не ясно. Поэтому здесь пока длинные оппозиции, мне кажется, есть смысл удерживать. Здесь пока ситуация развивается достаточно неплохо. Со Сбербанком все оказалось несколько хуже. То есть, видимо, не допадал еще Сбербанк. И здесь еще снижение сегодня продолжилось. То есть, тоже причин особых нет. Скажем, ПФ не показали такого снижения. Значит, это дело не в бумаге. Не в компании, скажем так, а просто в бумаге. То есть, какие-то продажи. Поэтому сказать сложно, какие были причины. Посмотрим, как будет Сбербанк справляться с уровнем 103,5. Пока тоже, мне кажется, что есть шансы у этой бумаги уйти на более высокие уровни. Но посмотрим. То есть, пока определенности нет. Так, что еще? Биржу мы смотрим в финансовом секторе тоже. Пока все достаточно стабильно. Приближается тут уровень сопротивления в районе 69 рублей, так скажем. Но, в общем-то, пока все хорошо. Пока можно позиции длинные здесь удерживать. Так, дальше. С металлургами какая ситуация? Вчера мы радовались за металлургов и говорили, что вот эти движения на акциях металлургического сектора могут быть нестабильными. То есть, точно с такой же скоростью цены могут откатиться вниз. Но, собственно, сегодня мы такую ситуацию и наблюдаем. Полного возврата на уровне начала недели нет. Но все-таки снижение здесь наблюдается. И НЛМК мы видим, что в район 54 рублей ушло. И Северсталь та же самая ситуация и ММК. Ну, да, вот эта вот ситуация в металлургических бумагах, она, скорее всего, будет продолжаться. То есть, будут вот такие выбросы и обратное падение. То есть, с этим сектором, ну, честно говоря, не все хорошо. То есть, есть много факторов, которые против роста бумаг из этого сектора. Есть некоторые позитивные факторы этой недели, именно встреча Медведева с руководителями металлургических компаний, где они обсуждали вопросы, как государство может помочь металлургическому сектору в кризис. Поэтому здесь какие-то такие временные выбросы могут продолжаться и точно так же будут сопровождаться откатами. Поэтому некоторый риск нахождения в этих бумагах есть. Не нужно открывать слишком больших позиций. То есть, что-то можно иметь, но в ограниченных объемах и понимать, с какими рисками это связано. Итак, на НЛМК пока идет консолидация в районе 51-57, в том диапазоне, который здесь хорошо просматривается на графике. И, соответственно, пока бумага не готова к дальнейшему импульсу. С Северсталью тоже, в общем-то, ситуация в похожем варианте развивается. То есть, уровень 305, уровень сопротивления. Пока нет определенности, взят он или не взят. То есть, было 2 попытки пробоя этого уровня, но все равно цены откатились ниже. Поэтому пока дальнейший рост тоже под вопросом. И ММК, по сути дела, бумага менее ликвидная, поэтому откатывается она сильнее. То есть, в общем-то, все вчерашнее движение, оно было сегодня перечеркнуто. Тоже здесь вот диапазон. Этот диапазон мы наблюдаем давно. И поэтому пока на какое-то интересное развитие событий здесь не приходится рассчитывать. В случае благоприятной ситуации возможно движение в район 8,5 рублей, пока на большее рассчитывать не приходится. Дальше. Что еще из интересного? Да, давайте ГМК посмотрим. С ГМК пока все хорошо, стабильное. Пока бумага держится в диапазоне выше 4,8 держится. Правда, здесь у нас сопротивление чуть ниже 4,950. И, в общем, пока в этом диапазоне продолжаются движения, ну, так скажем, трогать бумагу не стоит. Если есть длинные позиции, можно подержать. Если нет, то пока не открывать. Так, дальше. Что мы еще хотим посмотреть? Также предлагала уже несколько раз я к вам к рассмотрению две бумаги МТС и Мегафон в том, что считаю, что эти бумаги можно рассмотреть на покупку в случае, если здесь будет формироваться разворот. То есть сейчас идет движение в нисходящем канале и по МТС, и по Мегафону та же самая ситуация. Можно за этой ситуацией понаблюдать. И, возможно, здесь будет вариант для входа в позиции. Вот по МТС уже немножко возросли объемы. Возможно, здесь уже начались какие-то, так скажем, интерес какой-то уже к этой бумаге появился. И на Мегафоне тоже пока все вниз, но нужно посмотреть, может быть, возможно, ситуация будет меняться. Так, дальше. Что еще сегодня происходит? Ростелеком. Давайте глянем на Ростелеком, потому как здесь не очень хорошие изменения сегодня имеют место. Причины новостные. То есть были такие не очень позитивные новости, которые привели к распродажам в этой бумаге. И к чему привело эти распродажи? Они привели к тому, что была пробита линия тренда, которая здесь уже с сентября месяца достаточно очевидна была на графике. И был пробит уровень сопротивления, где-то район это примерно 109 рублей. И он тоже сходу был пробит. То есть вот если в данном случае цена пойдет ниже 108 рублей, то следующая цель снижения будет уровень 106. То есть пока про покупки, наверное, говорить не стоит. Нужно сначала посмотреть, какой окончательный уровень снижения здесь будет. Но вообще бумаги, мне кажется, не самые плохие на рынке. То есть у этих бумаг есть потенциал движения наверх. Единственное, что сейчас волатильность этим бумагам придает непонятные моменты в создании совместного предприятия стиля 2. И конвертация акций и так далее. И выкуп акций у миноритариев. И поэтому эта ситуация может как-то не совсем ожидаемо здесь реализовываться. Но в общем-то в случае стабилизации ситуации вполне возможно, что у акций будет некоторый вариант для роста. Так. Росгидра предлагают и магнит. Да, давайте глянем. С магнитом там, в общем, все мы уже вроде как обсудили. И пока нового там ничего не было. То есть что там было с магнитом? Там был пробой уровня 8800. Казалось то, что этот уровень держался достаточно долго. И здесь был пробой на хороших объемах. То есть в принципе вариант для входа в бумагу здесь был. То есть сейчас на текущих уровнях, честно говоря, не хочется покупать здесь, скажем, если открывать позицию, то не очень привлекательное условие. Потому что стоп надо ставить ниже этого сопротивления. То есть стоп получается достаточно большой. Где-то в районе 8600 получается или 8550 даже стоп. И это, наверное, не очень здорово. Поэтому надо искать варианты для входа после какой-то коррекции. Ну, в общем-то, все зависит от вас. То есть в каком-то, скорее всего, в районе 9000 какие-то еще движения будут какое-то время продолжаться. Потому что достаточно такая ровная цифра. И около нее обычно задержка бывает. Цена топчется достаточно долго. Поэтому, возможно, тут и будут какие-то варианты для входа по более низкой цене. По Росгидро. С Росгидро тут, так скажем, все сложнее. С энергетикой вообще все очень сложно. Росгидро, так скажем, еще хороший вариант. То есть лучшее, что есть в энергетике. Единственное, что здесь у нас идет такое движение в диапазоне. Мне кажется, что в Росгидро есть варианты движения к 60 копейкам. Что будет дальше, я не скажу. Потому что не знаю, что будет дальше. То есть здесь возможно движение в район 60 копеек. Дальше надо смотреть, как будут развиваться события. Здесь достаточно сильный уровень сопротивления находится. И вот 200 периодная средняя на дневном графике тоже здесь. Поэтому я бы, наверное, если есть позиции, закрывалась в приближении к 60 копейкам и уже смотрела, как там дальше будут жизнь складываться. Так, уралкалий. Да, давайте посмотрим уралкалий. Тоже не очень красиво он себя сегодня ведет. Давайте смотреть. Значит, здесь что происходит. То есть поддержка в районе где-то 166-167 рублей. Мы говорили про то, что здесь есть зона поддержки в этой бумаге. Но на самом деле вот это вот, как само понятие поддержки, это мы рисуем на графике линию. На самом деле это некоторая зона. Причем, если на графиках есть, ну так скажем, вот такие хвосты есть на графиках, то вот где внутри этого хвоста находится сама эта поддержка, ну честно говоря, понять сложно. Поэтому то, что происходит сейчас на уралкалии, сейчас происходит, ну так скажем, проверка этой поддержки. То есть сейчас, ну так скажем, определяется вот это местоположение этой поддержки. И вот здесь сам, так скажем, момент пробоя и уже момент открытия короткой позиции будет определить несколько сложнее. Но вот в данном случае пока в лонг точно пока рано и нет для этого никаких показаний. А вот насчет шарта я, честно говоря, не уверена. Мне кажется, что сейчас это просто вот проторговка этой поддержки и где-то вот вблизи текущих уровней будет формироваться интерес покупателей. Может быть я ошибаюсь, но вот пока у меня нету такого однозначного стопроцентного мнения относительно того, что здесь происходит. Так. Золото, да, сейчас посмотрим. Все, там, все, про акции и вопросов больше нет. Давайте глядеть фьючерсы. Что мы имеем с фьючерсами? С фьючерсами мы видим фьючерсный индекс РТС. Вот вчера в 145 тысяч сопротивления мы рассматривали, говорили о том, что, скорее всего, выше движения не будет. На самом деле так и случилось. Сегодня обратное было движение в район поддержки 142 500. Это предыдущий уровень. И, в общем-то, есть еще вариант продолжения снижения в район, ну, тут сложно сказать, где-то район 141 тысячи, наверное. Поэтому, скорее всего, сейчас вот этой поддержки, возможно, будет какой-то отскок, но могут быть варианты продолжения снижения на более низкие уровни. Так, что же пока с фьючерсами на РТС больше все-таки пользы будет от внутренневной торговли. То есть, межневные позиции здесь, вряд ли, принесут вам какое-то счастье. То есть, ситуация меняется каждый день. Движения происходят в зависимости от новостей и от внешнего фона. Поэтому, не догадать заранее, какие движения не представляются возможным. Так, по рублю-доллару. Пока ситуация развивается в боковом варианте, немножко ослабление рубля происходит, но какой-то скорости и динамики в этом процессе нет. То есть, до четверга будет динамику ослабления рубля сдерживать налоговая ситуация. В четверг большие налоговые платежи до четверга. После четверга посмотрим. То есть, если будет пробиваться уровень сопротивления, то будет продолжаться тенденция ослабления рубля. То есть, у рубля, в общем-то, практически мало шансов на укрепление. То есть, факторов нет. Какое-то время может продолжиться дальше эта консолидация, но, скорее всего, к концу года будет еще заход вверх. Так, на нефть давайте глянем. С нефтью пока все хорошо, ситуация выправилась, иранские новости отыгрались, и, собственно, все вернулось на округи своя. То есть, мне кажется, что для какого-то роста нефти с текущих уровней пока факторов, которые бы привели к росту нефти, нет. Факторов, которые привели бы к падению нефти, тоже нет. То есть, продолжится движение в диапазоне. Может какое-то временное влияние оказать завтрашние новости по запасам нефти, но это вот так, чисто временно, это не окажет какого-то долгосрочного влияния. Так, ну и золото, да. С золотом тут интересные вещи происходят. Тут, что мы вчера смотрели здесь, то есть, на фьючерсе на золото мы наблюдали вот эту вот так называемую конвергенцию на осцилляторе, то есть, расхождение, движение цены осциллятора, и говорили о том, что если вот эта линия, поддерживающая линия осциллятора будет пробиваться вниз, то это будет сигнал на вход в шорт, а если будет пробиваться линия краткосрочного тренда, который мы провели на цене, то тогда есть варианты на лонг. Здесь вот это вот то, что сейчас произошло, такое небольшое превышение ценой вот этой вот линии тренда и откат обратно, вот честно говоря, не убеждает в том, что это пробой. Поэтому здесь пока я бы сказала, что ситуация остается в том же варианте, то есть, неопределенной, и, соответственно, нужно смотреть в ближайшее время, возможно, она как-то разрешится. То есть, в глобальном, так скажем, масштабе то, что происходит сейчас на золоте, скорее всего, но вот если мы посмотрим на левый график, такой более глобальный недельный график, то есть, то, что происходит, формироваться сейчас на графике золота, это называется волновой теорией волна B, да, то есть, после волны B бывает обычно еще волна C, то есть, в данном случае вниз. То есть, скорее всего, золото еще будет и на более низких уровнях, но это уже будет где-то в следующем году. То есть, пока про какой-то долгосрочный рост золота я бы даже об этой ситуации не мечтала. То есть, какой-то подскок вверх коррекционный, в данном случае, исходя из текущей ситуации в район 1295 по фьючерсу, вот это вот достаточно вероятный вариант развития событий. Что будет дальше, пока сказать сложно. То есть, сейчас такая коррекционная волна здесь формируется, коррекционная волна к предыдущему снижению имеется в виду. И внутри коррекционной волны достаточно сложно понимать, что происходит. Но вот после того, как эта коррекционная волна доформируется, возможно, в следующем году будет еще так называемая волна C. И тогда уже, когда она завершится, вот тогда мы опять-таки увидим рост цены на золото. Вот так скажем уже в перспективе. Все, наверное, на сегодня, да. Так, есть еще у меня парочка объявлений. Пожалуйста, не отключайтесь. Во-первых, по мероприятиям обучающим. Значит, в Питере есть у нас, стартуют курсы. Оба курса в Питере. 28 ноября семинар двухчасовой квик экспресс. Ну, это в основном для начинающих, для тех, кто желает квиком научиться пользоваться. И в субботу стартует курс Александра Резвикова, тоже посвященный торговле фьючерсами. И можете информацию подробную посмотреть у нас на сайте. Еще одно объявление. Значит, меня не будет три дня. Среда, четверг, пятница. Я буду только в следующий понедельник. Поэтому брифинг, чарт будет за меня проводить Андрей Архипов. Будет брифинг в среду и в пятницу. В четверг брифинга не будет. Пожалуйста, учитывайте эту информацию и, пожалуйста, не удивляйтесь. Всем удачной торговли и до следующего понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok